Восемь вечера в Украине. Четверг, 26 июля. Материалах корреспондентов подробностей. Я Александр Просяник. Сегодня вы. В СИЗО или домой? Суд решил судьбу водителя Хаммера, сбившего девочку в Киеве. Какую меру пресечения избрали? Ливневки справились, природа подкачала. Что говорят чиновники о причинах вчерашнего коллапса в столице? Торговое перемирие. США и ЕС прекращают войну пошлин. О чем договорились? Откровение Чарли. Британец, которого отравили новичком, дал первое интервью. Что рассказал? Арест на два месяца без права внесения залога. Такую меру пресечения Шевченковский райсуд Киева определил для Кирилла Островского, который насмерть сбил ребенка в центре города. Как проходило заседание и признал ли водитель свою вину? Евгения Коваленко расскажет. Кроме прессы, возле здания суда несколько десятков мужчин в спортивном. Это поддержка водителя-убийцы. Кирилл Островский проехал на красный свет и сбил десятилетнюю девочку на пешеходном переходе. Прокурор настаивает на заключении его под стражу без возможности залога. Объясняет тем, что Островский может сбежать от следствия, угрожать или подкупить свидетелей. Островский не пытался сбежать после наезда, а наоборот помогал пострадавшей. В витрозаписе есть распадровка. Там лишь два кадра, где находится Островский, бля загиблой этой матрии. Мы хотим долучить пять, четыре фотографии, на которых видно, что Островский не пекал, а был на месте. Если вакулация мазает, то вакулация надо только что-то помогла. Островский заверил, что сожалеет о случившемся, но вину свою признает частично. Дискать ребенок внезапно выскочил на дорогу, а в машине отказали тормоза. Когда я подъезжал уже где-то в метре от пешеходного перехода, из-за машины, стоящей в правом ряду, выбежало два ребенка. Выбежали очень быстро. Плава богу, первый ребенок каким-то чудом успел проскочить, а вторая девочка оказалась под колесами. Почему не затормозила машина, я не понимаю. Как, по-видимому, либо тормозные колодки, либо что-то, но оказалось неизбранно. Утверждает, что ехал с умеренной скоростью и был трезв, хотя сразу отказался предоставить необходимые образцы биоматериалов на экспертизу. Прокуратура потребовала это через суд. К тому же Островский просил не садить его за решетку, мол, это позволит зарабатывать деньги для помощи семье погибшей девочки. Но если, как утверждает, не скрывался с места преступления, почему тогда снял номерные знаки с внедорожника, спрашивает прокурор. Снял задние номера, задние, потому что передние оказались на асфальте, почему я это сделал, потому что у меня тоже есть семья, мать, отец, бабушка, и люди снимают на видео. Я побеспокоился, чтобы мы близкие этого не увидели. Суд идет в совещательную комнату. Чтобы принять решение, понадобилось около часа. Требования прокуратуры удовлетворили полностью. Кирилл Островский арестован на два месяца без права внесения залога. Но это решение может быть оспорено в апелляционном суде. Евгения Коваленко, Богдан Вербицкий, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. И очередная стрельба в столице. В одном из заведений на бульваре Леси Украинки неизвестный открыл огонь из пистолета Макарова. По данным полиции, огнестрел использовал один из посетителей, у которого возник конфликт с другими клиентами кафе. Выстрелил дважды, после чего выбросил пистолет на веранде и сбежал вместе с участниками конфликта. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция пытается установить личность стрелявшего. Наразі правоохранцы уже установили двоих участников конфликта. Вивчают видео с видеокамер нагляда и общаются с свидетелями и очевидцами данной событии, чтобы установить всех участников конфликта. Эксперты из места событий вылечили две стрельные гильзы и предмет, похожий на пистолет. За данным фактом, следственным отделом Печерского управления полиции начало криминальное проведение. Трехмесячная норма осадков за один день. Столичные ливневки не выдержали вчерашнего сильнейшего дождя. Чиновники заявляют, с такой стихией не справилась бы никакая система канализации. Пострадали продавцы, автомобилисты, пассажиры. Почему украинские города уходят под воду? Разбирались мои коллеги. Поваленные деревья, оборванные электропровода, разбитые машины. Так выглядит столица Украины после вчерашнего ливня. Чтобы восстановить движение на дорогах, коммунальщики работали всю ночь. Сергей показывает, как спасатели вытаскивали его машину из воды. Во время проливного дождя его киевский двор затопило полностью. Мужчина очень расстроен. Он уже узнал, автостраховка не покроет ущерба нанесенного стихией. Тут недалеко от вот этой машины, ну, рядом, так сказать, через одно место. Вот она стояла. А здесь должно быть место, куда сливается вода. Накануне на город обрушился сильнейший ливень. И гидротехнические сооружения, канализация и стоки оказались не готовы к таким осадкам. Первой ушла под воду недавно отремонтированная улица Елены Телиги. На дороге возле станции метро Дорогожичи вода поднялась на 2,5 метра. По версии киевской мэрии, все четыре помпы перестали работать из-за удара молнии. И во время этой ужасной грозы люди были заблокированы в своих машинах. На Дорогожичах у нас отказала автоматическая система помпы от ткачки воды, которая была вызвана молнией. И по еще не выясненным причинам у нас не сработала автоматика на ткачку. Эту проблему потом устранили. Все потопления, оползни, транспортный коллапс – это последствия стихии, говорят в мэрии. Ведь за три часа выпала трехмесячная норма осадков. Разводят руками и в Киевоавтодоре. Все дороги ремонтировали по стандартам. Вчера, кто из вас был на шляхопроводе, на перетене телегии Фрунзе, можно было увидеть, что делала вода. Вода ишла, ну если брать мой средний взрыв, то мне по пояс ишла вода по дороге. Никакая ливневоканализация этого не приймет. С чиновниками не согласны простые киевляне. Людмила Васильевна, в прошлом инженер-технолог, лично принимала участие в строительстве своего дома. В новую квартиру вселилась в 1974 году. Пенсионерка рассказывает, дожди шли и раньше, но такого, чтобы двор превратился в озеро, еще не было. Я с палочкой, мне каждый шаг тяжело идти. Я обратила внимание, почему такое озеро. А здесь ручьи бегут, ручей сюда собирается в озеро. Откуда-то видно, там затоплено, ну где-то не работает колодец. Больше других пострадали от непогоды торговые точки в подземных переходах. Ущерб на десятки и даже сотни тысяч гривен. Не всем торговцам удалось спасти хотя бы часть товара. Это все, что осталось, это остальное все ушло, все пропало. Согласно норм ДБНов и норм цивильного захиста, на входах подземных переходов 20 метров в радиусе не должно быть никаких строений. В подземных переходах ширина прохода должна быть не менее 6 метров. Весь мусор, который находился в подземных переходах, сразу же забивает ливневки. Они перестают работать. Исходя из этого, мы получаем ванну. Без капитальной реконструкции, замены стоков, подобные ситуации будут возникать все чаще. Ведь киевским городским системам десятки лет. Они не рассчитаны на такое количество зданий вокруг. И не могут своевременно пропустить огромное количество воды. Наталья Шумакова, Лина Зеленская, Юлия Косян, Виталий Коваленко, Владимир Савченко. Подробности телеканал Интер. Цена на газ для населения не изменится до осени. Правительство продлило спецобязательство «Нафтогаза» на поставку топлива по льготным ценам. Такое решение сегодня приняли министры на очередном заседании Кабмина. В пояснительной записке отмечается, что до сих пор продолжаются переговоры с МВФ о приведении цены на природный газ до уровня импортного. Также чиновники утвердили процедуру электронных торгов лицензиями на пользование недрами. Мы должны открыть все гео-данные про НАДРА, дать возможность на основе аукционов прозорих приходить к украинскому бизнесу, к святому бизнесу, добывать украинский газ, чтобы мы отменились вообще от импорта. Как только мы отменились от импорта, мы сразу решительно снизим оценим газ. У нас уже подготовлены 44 отделки с запасами 150 миллиардов кубических метров газа, которые потребуют инвестиций, новых технологий, где будут работать украинцы. История о чиновничьем безразличии. Житель Днепра Дмитрий Козюлин, инвалид детства, несколько месяцев ждал специальных средств, необходимых для поддержания и без того хрупкого здоровья. Но ни специального корсета, ни инвалидной коляски так и не дождался. Хотя все документы на их получение подал еще в прошлом году. Елена Миндалюк о том, как убивает бюрократия. В прошлом году Дмитрия Козюлина поставили на очередь на повторную трансплантацию почки. Та, которую пересадили еще в 2001 году, уже не работает. Последние два года парень под постоянным присмотром врачей. Из-за плохих анализов проходит процедуру очистки крови три раза в день. С августа 2016 года он получает лечение программным гемодиализом. Вначале это был двухразовый диализ, сейчас это трехразовый диализ. В связи с ухудшением функции трансплантата он взят повторно в программу для лечения гемодиализом. Гемодиализ дает парню шанс на жизнь, но и наносит вред здоровью. Медпрепараты, очищающие кровь от токсинов, вымывают из организма кальций. В результате разрушаются кости. Передвигаться Дмитрию тяжело, болит все тело. Больно даже дышать. Тяжело дышать. В спине, позвоночнике сильные боли. В грудной клетке боли. Бывает шея тоже болит. Поясница. Еще в прошлом году отец Дмитрия, Сергей, обратился в социальную службу за помощью. Парень нуждается в специальных средствах, начиная от матраса и до инвалидной коляски. Предметы, которые ему нужны. Коляска, воротник шанса, корсет, прикроватный столик, прикроватный туалет, сидение для ванны. Я принес этот документ в социальную службу и мы оформили договора на всех поставщиков, которые должны это сделать. И все, этим закончилось. А вчера пришел, говорю, ну уже прошло 8 месяцев, мне говорят, те договора не годятся. В съемочной группе подробности в Управлении труда и социальной защиты населения индустриального района, куда обратился Сергей, объясняет. Министерство соцполитики в марте утвердило новый порядок получения помощи. И выдумлять об этом каждого из 2000 человек, подавших документы на получение помощи, не могут. Оголошение было на сайте. Всем инвалидам свидетельствовать, что вышли изменения. Теперь, чтобы получить обещанные несколько месяцев назад спецсредства для сына, Сергей должен заново оформить все договоры с заводами и производителями по новым направлениям. В присутствии съемочной группы мужчине выдали необходимые документы. Все сделано ему направление, уже подписано, я ему все выдаю. Далее вот такие кореньки выдаю. Понимаете? Батькова. Он отправляет на предприятие. И дальше ждет телефонного звонка. Такая самая система. Мужчине снова придется начать все заново, чтобы получить спецсредства для сына. Чиновники заявляют, в их обязанности это не входит. Сколько еще ждать после заключения новых договоров, неизвестно. Тем временем Дмитрию становится хуже. Без специального корсета, который ждут уже второй год, у парня деформировалась грудная клетка. Развивается сколиоз. В нем будет проще это немного передвигаться. Он как бы основание для позвоночника. Без корсета сколиоз будет прогрессировать. Но не меньше, чем о поддерживающем поясе Дмитрий мечтает об инвалидной коляске. Без нее парень будет заточен в четырех стенах больничной палаты, из которой не выходит уже два года. Елена Медрюк, Евгений Годенцов. Подробности в телеканал Интер. Днепр. Город без мэра. В Черновцах сегодня депутаты отправили в отставку городского голову. Чем тут провинился и как происходило это голосование, видели наши корреспонденты. Такого количества людей этот сессионный зал, пожалуй, еще не видел. На заседание пришли около двухсот жителей. На улице десятки полицейских. Возле входа в ратушу металлоискатели. Причиной всему главный вопрос повестки дня прекращение полномочий черновицкого городского головы. Алексею Каспруку вменяет нарушение Конституции, фальсификации в сфере трудового законодательства, промахи в коммунальной сфере. Так, мы помылились. Мы поверили, что вы сможете покращать наше життя. Мы помылились. Вы знаете. Идите. Вы, идите. На защиту мэра становятся горожане. В зал пришли с плакатами, мол, в городе действительно хаос. Но не из-за бездействия городского головы виноваты депутаты. Просим вас написать заявку на имя головы Верховной Рады про то, что вы не справляетесь, как депутаты, своими обязанностями и пойти в силу в отставку. Некоторые депутаты заявление подписывают, остальные игнорируют. К трибуне то и дело подходят сторонники и противники мэра. Обсуждение затягивается на 6 часов. В конце решают провести тайные голосования. В бюллетене всего один вопрос о досрочном прекращении полномочия Алексея Каспрука. Из 42 присутствующих депутатов голосует всего 30. С результатом 29 голосов из 30 Алексея Каспрука отправляют в отставку. Теперь исполнять обязанности городоначальника будет секретарь горсовета. Василий Продан уверяет, в первую очередь займется коммунальной сферой. Алексей Каспрук созывает журналистов на брифинг. На ступеньках ратуши говорит, будет подавать иск в суд. Вместе с мэром в отставку ходят и некоторые руководители департаментов. Должность городского головы Черновцов Алексей Каспрук занимал с мая 2014-го. В прошлом частный предприниматель-преподаватель. Несколько лет руководил одним из коммунальных предприятий. С 2010-го по 2014-й возглавлял областную организацию партии Фронтзмин. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы. Выговор для прокурора. Сегодня спецкомиссия прокурора приняла решение привлечь к дисциплинарной ответственности. То есть сделать выговор Назару Холодницкому. В действиях главы САП комиссия усмотрела грубое нарушение профессиональной этики. А именно подстрекательство свидетелей к даче ложных показаний. Причем до начала заседания генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник просили уволить Назара Холодницкого. Генпрокурор Юрий Луценко и директор Назару Холодницкого. Это грубое порушение установлено в ходе проверки. И это грубое порушение. Эти грубые порушения, еще раз наговорю, они имеют процессуальный характер. Выконание прокурорам процессуальной функции, а не административной. И поэтому мы в Сказе не писали про то, что звонить с административной посадкой. Отреагировали на сегодняшнее решение комиссии в посольстве США в Украине. На странице депмиссии в Твиттере подчеркнули, что в демократических государствах прокуроры, манипулирующие свидетелями и препятствующие правосудию, подают в отставку. Ради сохранения репутации своего ведомства и верховенства права. Крым украинский. США не признали российский референдум в Крыму. Об этом накануне заявил госсекретарь страны Майк Помпео. На своей странице в Фейсбуке президент Петр Порошенко поблагодарил американских коллег за такую позицию. По мнению главы государства, в вопросе украинского Крыма позиция должна быть бескомпромиссной. Также Порошенко попросил всех международных партнеров поддержать заявление Помпео. На Донбассе ранен один украинский военный. Сегодня боевики нарушали перемирие уже девять раз. Из гранатометов, крупнокалиберных кулеметов и стрелкового оружия открывали огонь в районах Крымского, Песок, Левединского и Водянова. А позиции возле Гнутова стреляли противотанковыми управляемыми ракетами. О ситуации на передовой Игорь Левенок. Вот в таких условиях приходится воевать нашим солдатам. С одной стороны враг, который может атаковать в любой момент. С другой стихия. Из-за дождей в блиндажах и окопах почти по колено воды. Передавая недалеко от поселка Луганская, Светлодарская дуга. Бойцы говорят, вчера небо над ними прорвалось. Потоп в блиндаже ребята сняли на телефон. Ливень длился около часа. Вода поднялась на полметра. Ночь была бессонной. Армейцы вычерпывали воду из блиндажей и наблюдательных пунктов, чтобы хоть как-то следить за противником. Я тут фарватов знаю. Вычерпываем. Это вчера попрацевали. Можно сказать, половину вычерпали. Ребята надеялись, хотя бы в такую погоду противник успокоится. Но куда там? Едва перестал барабанить дождь, как начали свистеть вражеские пули. Окупанты открыли огонь из пулеметов. Ворог в основном открывал огонь с стрелецкой зброи, с ПКМ, с АК и с утеса. Поэтому часть бойцов боролась с последствиями стихии, а остальные же не покидали боевые посты, несмотря на то, что воды было по пояс. Вот все края. Накануне было неспокойно почти по всей Светлодарской дуге. Кроме стрелкового оружия, на остальных участках оккупанты применяли еще и минометы и гранатометы. После вот этого чемпионата футбольного в России, в принципе, мы ждали обострения. Ничего удивительного в этом обострении наши военные не видят. На днях наемники получили зарплату и теперь устраивают кровопролитие. Отрабатывая условных 30 серебряников. С той стороны забробитчане, которым платят кошти за эту войну, они найманцы. И они обязаны вести войну. Нам приходится их стримать. И ни одно соглашение с оккупантами не стоит бумаги, на котором оно подписано, говорят военные. Перемирие, как пролетает БСЕ-шний беспилотник, перемирие. Улетел беспилотник, все, нет перемирия. Из Донецкой области Игорь Левинок, Дмитрий Раскольников, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Семьи украинских политзаключенных, удерживаемых в России, получат по 100 тысяч гривен. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман. По его словам, деньги выделят из госбюджета. Премьер также пообещал, что правительство будет всячески помогать в освобождении людей, которые ни в чем не виновны. Мы принимаем сегодня решение о поддержке родин, политических вязаней. И выделим каждой родине по 100 тысяч гривен. Потому что есть много потрат, есть много проблем, которые нужно решать. Но также я хотел бы еще раз подкреслить, что важно консолидовать усилия всего мира. Я дякую сегодня от имени уряда Украины, нашим союзникам, Соединенным Штатам, стратегическим партнерам. И в том числе коллегам по Европейскому Союзу. Мы имеем незминную поддержку, позицию всех, что есть международное право, есть суверенитет. И это все нужно поважать. Украинские моряки судна «Меконг Спирит», которых обвинили в контрабанде в Греции, вскоре вернутся домой. 12 членов экипажа получили разрешение на выезд в Украину. Сейчас готовят документы. Что значит такое разрешение для моряков и кто помогал им вернуться к родным, разбиралась Ксения Борвиненко. Без топлива, света и воды 17 моряков «Меконг Спирит» жили на судне почти полтора года. Питались консервами, питьевую воду держали в пластиковых бутылках. Вон бутылочки, умывальник. Вот так вот мылись до сегодняшнего дня. Кое-как попытались обустроиться. Отрезанные от всего мира и своей родины, пока шло расследование, с едой и всем необходимым помогали благотворительные организации. Они же арендовали для моряков дом и наняли адвоката. Ребята до последнего не знали, когда смогут вернуться домой. И только в этот понедельник у них появилась надежда. Собираемся домой, потихоньку собираем вещи. Уже завтра 12 из 17 членов экипажа вернутся домой в Одессу. Подали документы на визы, билеты уже на руках. В течение 14 месяцев здесь находились. Ну не здесь, здесь мы находимся с апреля месяца. Спасибо господину Бумбурасу за помощь, за поддержку. А так, сейчас посмотрим. Обещают нам на пятницу, что в пятницу мы должны быть уже дома. Здесь, в Украине, их ждут родные. Они все это время вместе с украинскими дипломатами боролись за освобождение моряков. Дома ждут родители, мама, папа, сестра. Можно сказать, моральная поддержка моя, которая всячески помогала мне на протяжении этого всего времени не сойти, как говорится, с ума здесь, потому что очень тяжело. Вместе с дипломатами и родственниками помогали, чем могли, и благотворители. Для почетного консула Греции Пантелеймона Бумбураса это не первый корабль. И украинские моряки, которым содействовал в освобождении. Помогал и экипажу судна РС-97, застрявшему на полтора года на Крите. Тогда моряков проверяли на предмет контрабанды сигарет. Мы начали помогать с юристами. И через несколько времени уже результат. Всегда под эгидой министерства я буду помогать морякам, которые есть проблемы в Греции. Надеюсь, что таких случаев в Греции особенно не будут, но жизнь показывает, что это нереально. Поэтому я вместе с Кападегидом министерства Украины будем помогать морякам. Я рад, что в такое маленькое и малое время такой результат. Украинцев суднами «Конгспирит» обвиняют в перевозке оружия и взрывчатки для террористов. Хотя даже греческие эксперты подтвердили, груз был промышленный, а не военный. Пока расследование не закончилось, в Греции останутся еще пять членов экипажа. Капитан, старшие второй помощники и двое рядовых. Троих моряков пообещали вскоре тоже отправить в Украину. А старпом и капитан, как говорили, вот этой организации преступной, которая перевозит оружие террористам, будут приниматься решения не этим прокурором, который следователь ведет дело, а только когда будут переданы бумаги прокурору Верховного суда. В деле есть ответы правительств Испании, Турции, Судана и ООН. Это официальные перевозки. Плюс ответ ООН, что на эту часть Судана, которая является членом ООН, куда мы шли в Порт-Судан, санкции ООН не распространяются. И также есть два заключения экспертов греческих. Возвращение моряков в Украину не означает, что с них сняли обвинения. Члены экипажа обязаны каждый месяц регистрироваться в Генеральном консульстве Греции в Одессе. Ксения Барвиненко и Елена Зорина. Подробности. Телеканал Интер. Подробности из первых уст. Отравленный новичком британец дал первое интервью прессе. Чарли Роули признался, что нашел флакон, который принял за духи и подарил его подруге. Какие новые детали расследования известны, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Чарли Роули выписали из больницы меньше недели назад. В свой дом он так и не вернулся. Здание все еще опечатано полицией. О новом месте его проживания ничего не известно. Но мужчине разрешили пообщаться с прессой на нейтральной территории. Эксклюзив достался британскому телеканалу ITV. В своем первом интервью Роули рассказал, что именно он нашел коробку, которую принял за парфюм. Она была запечатана в целлофановой упаковке и выглядела очень дорого. Пару дней коробка пролежала у него в доме, пока он не подарил ее своей подруге Дон Стерджес. Та узнала дорогой бренд и сразу же надушилась содержимым флакона. Я, наверное, заразился, когда вставлял распылитель во флакон. Он был отдельно. Часть жидкости попала мне на руки. Она была очень жирная и почти ничем не пахла. Я сразу же помыл руки под краном и даже и не думал об этом. Буквально через 15 минут Дон Стерджес почувствовала себя плохо, попросила таблетки от головной боли и очень быстро потеряла сознание. Неделю Стерджес пролежала в реанимации, в коме. Роли, похоже, спасло то, что он сразу же вымыл руки после контакта с нервно-паралитическим веществом. Сам он в коме пробыл две недели. О последствии отравления чувствует до сих пор. Ему все еще сложно концентрировать внимание. Есть и проблемы с памятью. Он так и не может вспомнить, где именно нашел флакон с новичком. Роли предстоит длительная реабилитация, особенно слабые мускулы ног. Ведь новичок поражает нервную систему и приводит к параличу. Новые подробности этого отравления оставляют другой вопрос. Был ли это единственный флакон с токсичным веществом? Власти уже призвали жителей Солсбери и соседних городов не поднимать с земли никакие предметы. А детективам все еще предстоит объяснить, как этот флакон с новичком связан с покушением на двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Совет да любовь. США меняют риторику в отношении Евросоюза в торговом вопросе. Еще на прошлой неделе Дональд Трамп называл ЕС недоброжелателями, но после переговоров с Жаном Клодом Юнкером рассыпался в комплиментах в адрес Брюсселя. Что заставило его поменять точку зрения? Об этом Ирина Иванова. Крайне удачными называют и в Брюсселе, и в Вашингтоне переговоры по вопросу трансатлантической торговли. Последние несколько месяцев отношения между партнерами были крайне напряженными. В марте Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза. В Брюсселе ответили зеркальными мерами. Тогда хозяин Белого дома пригрозил повышенными тарифами на товары европейского автопрома. А в ЕС начали формировать список американских товаров для введения новых пошлин. Чтобы остановить эту гонку, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отправился в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Когда меня пригласили в Белый дом, у меня было только одно намерение – договориться. И мы это сделали. Определили ряд направлений, над которыми будем работать. Стороны договорились устранить барьеры в торговле. Евросоюз согласился снизить промышленные тарифы и импортировать больше сельскохозяйственной продукции из Америки. США будут больше поставлять сжиженного газа в Европу. Открытым остается вопрос об импорте из ЕС товаров автопрома. Несмотря на это, Дональд Трамп остался крайне доволен встречей с Юнкером. На пресс-конференции он заявил, что в отношениях Вашингтона и Брюсселя начался новый этап. А после переговоров оставил красноречивый твит в сети. Откровенно говоря, ЕС, представленный на фото главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, и США, которые представляет ваш покорный слуга, любят друг друга. Трудно представить, что еще в начале июля на саммите НАТО президент США устроил разнос европейским лидерам и уехал, не дождавшись подписания финального документа. По словам источников европейской делегации, Юнкеру в Вашингтоне пришлось пойти на уступки, чтобы не допустить торговой войны. А европейская пресса пишет, что изменение курса также может быть связано с растущим давлением республиканцев на хозяина Белого дома. В Киев привезли святые реликвии. Среди них иконы, подаренные монахами Сафона. Утром их встретили на речном вокзале и доставили в Киево-Печерскую лавру. Как проходит подготовка к крестному ходу и сколько верующих ожидают завтра в столице, расскажет Юлия Жешко. Судно, на борту которого икона с частицей мощей апостола Андрея Первозванного. Сегодня утром пришвартовалось к одному из столичных причалов. После чего святыню отвезли в Киево-Печерскую лавру. Реликвии решили переправить по воде не случайно. Таким образом, икона и мощи повторили апостольский путь. Согласно летописям, Андрей Первозванный прошел вверх по Днепру и поднялся к месту, где впоследствии появился Киев. И водрузил здесь крест. Привезли в столицу и другие реликвии. Тут есть и мощи икона, мощи святого благовірного князя Володимира, нашего хрестителя. Тут есть и мощи стопа святого апостола Андрея Первозванного, который, в результате нашего предназначения, был на Киевских пагорбах. Голова святого священномученика Климента Римского. Есть еще тут святыни, связанные с нашей церковной историей, с нашей общей историей с Афоном. Все эти реликвии будут участвовать завтра в крестном ходе и будут доступны всем верующим. Уже известно, что в шествии примут участие около 150 тысяч верующих. По словам народного депутата Вадима Новинского, никакие препятствия прихожан не остановят, а их уже на этапе подготовки немало. Крестный ход завтра состоится. Это самое важное. Несмотря на все те препятствия, которые сейчас устраиваются на всех уровнях, ведь люди едут от сердца, ни по разнарядке, ни по какой. И тысячами записываются во всех епархиях, тысячами записываются верующие люди, чтобы приехать и показать свою сопричастность и поддержку канонической церкви, украинской православной церкви, в главе с блаженнейшим митрополитом Ануфрием. И показать свою ответственность за судьбу Украины. Потому что крестный ход о мире и согласии. Празднование начнется в час дня на Владимирской горке. Митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий проведет службу. После чего верующие направятся в Киево-Печерскую лавру. Но даже несмотря на великий праздник, политик уверен, провокации все же возможны. Со стороны тех, кто не хочет мира. То, что будут какие-то провокации, скорее всего будут со стороны различных людей, бандитствующих группировок, которым не нужен мир, которым не нужна стабильность. Но если власти нужна мир и стабильность, они должны сделать все, чтобы эти провокации предотвратить. И, ну, мне кажется, у МВД достаточная сила и средства, чтобы этого не допустить. Крестный ход, он не разъединяет, он объединяет. Это молитвенное шествие. Когда люди идут, и при этом душа их молится. Едиными устами, единым сердцем. Информация о том, что верующим угрожают, а перевозчикам в регионах запрещают предоставлять людям транспорт, поступает по сей день, говорит политик. Но даже несмотря на это, каждый год верующих приезжает все больше. Юлия Жешко и Богдан Савруцкий. Подробности. Телеканал Интер. Профсоюзы вышли на акцию протеста. Пикетчики собрались у стен Киевского административного суда. Там прошло первое слушание дела о правомерности передачи здания Полтавского профсоюза областной прокуратуре. Также без крыши над головой остались профсоюзные организации в Закарпатте и Днепре. Главное требование митингующих – отказ государства от имущества профсоюзов, повышение заработных плат и пенсий. Участники акции уверяют, готовы к более радикальным действиям. Если суд и дальше будет так автоматом все выбирать, то мы вдамося не до попереджувальних акций протеста, а таких, как уже в всей цивилизованной Европе, так, чтобы гудило все в Киеве, перекритые дороги, перевернутые автомобили. Перше, мы будем в судах защищать права этих людей, право на властность. Друге, мы будем выходить на акции протеста по всей країне. И точно на начале вересня мы готовы до наирадикальных кроков. Оголошение голодований по всей країне. Перекритие улиц, перекритие входов до Верховной Ради Украины и Кабинета Министров Украины. До отключения аналогового телевидения осталось 5 дней. Об этом напоминают в нацсовете. Сначала обычные антенны перестанут принимать сигнал в столице и Кропивницком, а с сентября по всей Украине. Готовы ли к этому зрители и что должны знать, чтобы вовсе не остаться без телевидения? Елена Зорина, подробнее. Берем черный пульт, включаем верхний червонок ног. Ага, вот показал. Далее написано, берем белый пульт и включаем верхнюю червоную кнопку. И это еще не все. Вот треба нажать на кнопку видео. Вот. Наталья Корнеевна не стала ждать осени, пока перестанет показывать ее обычная антенна. По инструкции, написанной мужем, потихоньку изучает Т2-тюнер и уже смотрит цифровое телевидение. Хотя признается, компьютер освоить было проще. Мы поставили себе Т2-тюнер, потому что с каждым днем был все хорошее и хорошее сигнал. И по одному каналу просто отпадали. Это тоже не панацея. Если плохая погода, если грим, дождь, блеск, почему-то сигналы тоже пропадают. Сигнал в разных регионах и областях действительно может быть пока не четким, признаются эксперты. Все зависит от количества установленных передатчиков. Но это только начало реформы. Улучшать и развивать сеть будут. Мы получаем информацию, что в некоторых районах люди не видят цифровое телевидение. И, конечно, после того, как процесс завершится и аналог будет отключен, по обращениям зрителей мы будем, соответственно, видеть, где цифровое телевидение пока недоступно и каким образом вообще можно менять эту сеть. Киев и Кировоградская область первые в очереди на отключение аналога. Потом вся Украина. Дедовские антенны решили в надсовете будут показывать, как прежде, пока в приграничных областях. В остальных еще год будет сигнал одного-двух каналов и местные. Хотите видеть больше, придется потратиться купить цифровой тюнер, спутниковую тарелку или подключиться к интернет-телевидению. Украина, как государство, должна была вымкнуть эфирный аналог вымолвение в 2015 году. Будет единая константа, это территория покрытия для телеканалов. И они уже в этой территории будут конкурировать между собой заглядача. И каналов больше станет в цифре. Цифра показывает минимум 32. Чтобы она была доступнее, в надсовете просят помочь тем людям, кто не в состоянии самостоятельно купить тюнер. Ведь для стариков, к примеру, это треть пенсии. Сегодня я подписал листы до Кабинета Министров с проханием все же таки продумать и обратиться к уголю местных государственных администраций, для того, чтобы наиболее люди могли отримать от государства эти тюнеры. Потратиться на тюнеры или другое оборудование нужно будет почти 5 миллионам украинцев. Именно столько по статистике пока что смотрят аналоговое телевидение. В основном это жители сел и райцентров. Стать зрителем цифрового, спутникового или интернет-телевидения – выбор за вами. Главное – определиться, ведь времени до отключения аналога осталось совсем мало. Елена Зорина, Ольга Поломарюк, Любовь Кукла, Евгений Каминский. Подробности – телеканал «Интер». Когда можно будет увидеть кровавую луну и как потушить пожар бомбами? Об этом и не только в нашем обзоре. Политик без штанов. Депутат в американском штате Джорджия Джейсон Спенсер ушел в отставку после скандального розыгрыша в телешоу Саши Барона Коэна. Во время записи программы ведущий представился инструктором по борьбе с терроризмом. Спенсера в частности убедили выкрикивать запрещенное в США ругательство, относящееся к афроамериканцам. А также оголить пятую точку, чтобы отпугивать террористов. Политика не раз обвиняли в расизме. За свое участие в шоу он извинился. Бомбами по пожарам. В Швеции к борьбе с огнем привлекли истребители. Они сбрасывают снаряды на пылающие леса. Военные надеются, что взрыв мгновенно сожжет кислород, вследствие чего пламя погаснет. Другие способы тужения пожаров пока не принесли желаемых результатов. Леса в центральной части страны горят уже 13 дней. Кровавую луну можно будет наблюдать на ночном небе уже завтра. Земляне станут свидетелем самого продолжительного лунного затмения в 21 веке. Уникальное явление украинцы смогут созерцать, начиная с половины десятого вечера. Полностью в тени Земли луна окажется в 22.30 по Киеву. Палаточный городок на фестивале электронной музыки в Германии буквально взлетел. Все из-за мини-торнадо. Смерч образовался прямо посреди поля и утих так же неожиданно, как и начался. Четверо гостей фестиваля получили небольшие травмы. А разбросанные вихрем вещи пришлось собирать еще долго. Красота без ретуши. Один из крупнейших модных брендов отказался от обработки фотографий моделей в купальниках. На снимках решили оставить растяжки на бедрах, родинки, волосы на руках. Покупательницы уже оценили такой шаг. Говорят, это помогает им принимать себя такими, какие они есть. Как события будут развиваться, следите на нашем сайте подробностей. На сегодня все. Приятного вам вечера. И до встречи завтра в 8 вечера.